Соревнование для настоящих мужчин в спорткомплексе «Лидер» прошел открытый турнир Славянского района по боксу. Он также был посвящен Дню Героев Отечества. Открытый турнир Славянского района по боксу проводится ежегодно. В этот раз он был посвящен памятной дате – Дню Героев Отечества. Его участников поприветствовали почетные гости. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко, депутат Законодательного собрания края Денис Выпринцев, начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа, президент Федерации бокса Славянского района Виталий Прытков, мама погибшего в СВО Никиты Шевцова Анжелика Брижань. Славянский район взросли в 18-м Героев Отечества Союза в 8 Героев Полных Кабалеров Ордена Славы Героя России. Сегодня мы вспоминаем этих людей, которые, не щадя своих сил, здоровья, оборотней жизни, все сделали для того, чтобы вы сегодня занимались в таких красивых садах, проводили турниры. И мы, ребята, должны помнить и ищить нашим Героям Отечества. Память Павших Героев Отечества участники турнира почтили минуты молчания. Побороться за победу в наш город в этом году приехали спортсмены из 9 районов края, а также из Республики Крым и города Героя Курска. Представляю город Крымск, школа МОУСОЖ-4. Провел не так много боев, боев 35, выиграл из них около 30. Самое лучшее достижение на сегодняшний момент – это призер Юга России. Сегодняшние соревнования как прошли? Все ли ровно проходило? Как последний бой? Последний бой дался тяжело. Соревнования очень отлично организованы. В принципе, мне понравилось. Соревнования проходили в течение двух дней. В воскресенье прошли финальные бои, и они были очень напряженными и зрелищными. Одним из первых на ринг поднялся воспитанник славянской школы «Триумф» Овик Пагасян. «Триумф» Овик Пагасян. Финальный бой за «Золото» дался очень тяжело. Противник не собирался отступать. Боевой настрой и полная концентрация, и подсказанная тренером тактика, помогли одержать долгожданную победу. Сегодняшний бой был достаточно трудным, соперник был достаточно выносливым, поэтому бой выдался крайне тяжелым, но я эти трудности прошел, выиграл этот бой. Мы с тренерами очень долго готовились к этому бою, поэтому я смог победить в этом бою. Дальше вперед, дальше победы, будем готовиться, будем преодолевать трудности и будем выигрывать новые бои. Занимаются со славянскими боксерами тренеры Александр Водопьянов и Никита Трофимов. По итогам турнира в копилке наград наших спортсменов 23 медали, 14 из которых золотой пробы. Конечно, не все с турнира уехали с золотыми медалями, однако ни тренеры, ни спортсмены не расстроились. Соревнования были проведены на отличном организационном уровне, а второе или третье место – это повод провести работу над ошибками и к следующим турнирам лучше подготовиться. Приехали из города, воинской славы города Курска, привез я троих ребят, два вторых места. Ну, немножко сегодня не хватило где-то физической подготовки, моральных усилий, а так пацаны отбактировали неплохо. Приняли нас тут здорово, славянск понравился, чистый, красивый город, люди приветливые. Я буду рад, если еще раз пригласят, я с удовольствием сюда приеду. Спорт есть спорт, побежали сильнейшие. Будем работать над ошибками, я думаю, со временем достигнем больше других результатов. Всего в открытом турнире славянского района по боксу приняло участие 167 спортсменов. В каждой весовой и возрастной категории были определены победители. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «Сcount Castle»